Блокадница Нина Николаевна Копякова была еще ребенком, когда пришла страшная, суровая и никого не жалеющая война. Женщина рассказывает, что тогда она, мама и ее старшая сестра спасались как могли, перебирались из одного дома в другой, чтобы укрыться от бомб фашистов. Посылала мама меня в булочную. Прихожу, я стою за хлебушком, беру хлеб. А люди умирают, падают и сядут, их отодвигают в сторону и сядут, как ни в чем не было. Такое было равнодушие. Видите, какие люди были. Все слабые, болезненные. Январь и начало февраля 1942 года стали самыми страшными и критическими месяцами блокады. Первую половину января все неработающие население города никаких продуктов по карточкам не получало. Примеси в выдаваемом хлебе составляли 60%, а выработка электроэнергии сократилась до 4. Питьевая вода стала большим дефицитом, а ее транспортировка в квартиры и учреждения – настоящим подвигом. Крыс очень много было. Помнится мне вот до сих пор. Я никогда в жизни не забыла, чтобы были такого размера, а не с кошку были. Вот какие большие были. Представляете, какие крысы были? Большие. Как холодно мы, как голодовали мы. Блокаду не было, и воды не было, и света не было. С лампочкой мы сидели. Обед готовили на плите или на керосинке. Гибель от голода стала массовой. Специальные похоронные службы ежедневно подбирали на улицах сотни трупов. Как страшно было. Ой. Потом на носилках увозили кого. Это самая скорая приезжала. Ну не скорая, а какие машины были. Я просто не хочу, чтобы такое повторилось. Страх за то, что, если не дай бог, все будет такое опять. К моменту прорыва блокады в городе оставалось не более 800 тысяч человек гражданского населения. И уже 27 января 1944 года блокада была полностью снята. За эти годы погибло по разным данным от 400 до полутора миллионов человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Это лишь малая часть той огромной цены, которую заплатили наши предки за великую победу. Субтитры создавал DimaTorzok